Здравствуйте друзья, в этом видео я расскажу как интегрировать в Home Assistant управляемую адресную ленту VS2812B при помощи контроллера ESP8266 и специальной прошивки VLED. Процесс несложный и не требует специальных навыков и инструментов. Отдельная благодарность магазину SmartLight за предоставление материалов для этого обзора. Сначала хочу сказать несколько слов о самой ленте VS2812B. Особенностью такого типа устройств является то, что каждый из ее светодиодов может управляться по отдельности, поэтому она и называется адресной. Для питания ей необходимо 5 вольт. Мощность зависит от длины и количества диодов. Их может быть от 30 до 144 штук на метр. Наиболее оптимальным считается вариант 60 на метр. В обзоре именно такой. Ленты бывают. Класс IP30 без пылевлагозащиты. IP65 тут есть защита от попадания пыли и капель воды за счет силиконового покрытия. И IP67 водонепроницаемая. Это IP30 помещенная внутрь силиконовой трубки. Первые две имеют клеящуюся основу. Максимальная мощность одного диода ленты до 0,3 Вт. То есть для плотности 60 диодов это 18 Вт на каждый метр. Но это максимум. По факту для световых эффектов на 5 метрах такой ленты достаточно обычного 5 вольтового блока питания с максимальным током 2,4 Ампера. Если вам нужна максимально возможная яркость, то нужен мощный блок питания и металлическая основа для отвода тепла. Для такой ленты обязательно нужен управляющий модуль. Сама по себе она светить не будет, даже если подать на нее питание. В качестве такого можно например использовать контроллеры на базе ESP8266 или ESP32. В этом обзоре у меня ESP8266 с USB-to-UART мостом CP2102. Это один из наиболее простых и бюджетных вариантов многофункциональных контроллеров, которые широко используются в различных задачах умного дома. Для прошивки контроллера удобнее всего использовать приложение Tosmotizer. Все ссылки вы найдете в описании под видео. А собственно сама прошивка это проект VLED. На дату выхода обзора последняя стабильная версия 0.12. Для моего контроллера файл ESP8266-2M-bin. Далее нам понадобится microUSB кабель с возможностью передачи данных. На контроллере есть кнопка Flash, ее нужно зажать, потом подключить кабелем к компьютеру, после этого отпустить. Далее запускаем Tosmotizer, который должен определить компорт с устройством. Выбираем файл прошивки и жмем Tosmotize. Ждем завершения процесса. Для подключения ленты используются три контакта. Питание. Это красный плюс и белый минус. В моем варианте эти кабели дублируются для удобства подключения к внешнему блоку питания. И зеленый, это передача данных. Подключаться можно или напрямую, припаять провода к контактам ESP8266, или используя коннектор, который обычно идет в комплекте с лентой. В моем случае из магазина SmartLight уже пришел готовый переходник для подключения к гребенке контроллера. Я буду использовать тот же блок питания, что подключен к ESP8266. Подключать следует в следующем порядке. Плюс ленты к выходу VIN, минус ленты к выходу GND, DATAPIN ленты к выходу D4. Если для ленты используется внешний блок питания, его удобно подключать на вторую пару проводов питания, то плюсовой контакт к контроллеру не подключаем, только DATA и GND. После подачи питания на контроллер включается и лента, можно приступать к ее настройке. После включения питания ищем новую Wi-Fi сеть с VLED IP. Подключаемся к ней, используя пароль VLED1234. Далее, либо переходим по адресу 4.3.2.1, либо, как у меня, просто попадаем на страницу авторизации. Это и есть интерфейс VLED. Нажимаем на настройку Wi-Fi и указываем имя и пароль своей домашней сети. Тут же можно указать статический IP адрес. После сохранения параметров, ищем в карте сети роутера адрес нового устройства с названием VLED. У меня это 192.168.0.162. Теперь мы можем по этому адресу попасть на страницу управления устройством. Первым делом нужно настроить ленту. Я для теста использую метровый сегмент, поэтому ставлю общее количество диодов 60. Далее ограничение по силе тока. При запитке от контроллера не рекомендуется ставить более 1 Ампера. Если используется внешний блок питания, ограничиваем по его выходу. Интерфейс VLED позволяет управлять адресной лентой, без привязки к какой-либо сторонней системе. Возможностей тут много и чтобы рассказать о всех, понадобится отдельный обзор. Из веб-интерфейса можно менять цвета при помощи как палитры, так и набора штатных пресетов. Есть большой список эффектов, которые как раз и раскрывают все особенности работы адресной светодиодной ленты. Например, бегущие огни, произвольно загорающиеся и меняющие цвет диоды. Если продолжить список возможностей адресной ленты, управляемой VLED, то тут есть и светомузыка, когда свечение будет реагировать и меняться в зависимости от звука в микрофоне. Есть возможность использования в режиме Ambilight, например на мониторе компьютера, либо телевизоре. Ссылки на дополнительный софт я оставлю в описании. А мы с вами вернемся к теме обзора интеграции в Home Assistant. Хорошая новость в том, что интеграция VLED полностью совместима с Home Assistant прямо из коробки. После включения в сеть, новое устройство автоматически появится в списке новых интеграций. Остается только выбрать его, подтвердить свой выбор и при необходимости назначить помещение, хотя я лично не раскидываю устройство по помещениям. Если по какой-то причине интеграция не определится автоматически, то ее можно добавить вручную, выбрав из списка, нужно будет только указать IP адрес контроллера. После этих действий у нас добавится устройство, принадлежащее этой интеграции, содержащее в себе несколько сущностей. Если говорить о активных сущностях, то в этом случае их 5. Сенсор, показывающий ток потребления ленты. Переключатель ночного режима, кстати он визуально никак не влияет на работу ленты, пока не скажу что он делает. Далее сущность Light, это наша лента. И замыкают в список два переключателя. Они используются, если у вас есть несколько устройств VLED и дают возможность синхронизировать их работу. Лента управляется, как любой другой светильник в Home Assistant. Тут есть включение, выключение, палитра выбора цвета, яркость и большой перечень световых эффектов. Все это теперь можно использовать в автоматизациях Home Assistant. Еще одна интересная особенность прошивки VLED, это возможность сегментировать работу адресной ленты. По сути, разделить ее на независимые части. Например я сделаю два сегмента по 30 диодов каждой. В Home Assistant видим, что добавилось несколько новых сущностей. Тут теперь есть мастер-переключатель, который включает ленту, делая ее доступной для управления. И отдельный светильник для каждого сегмента. С точки зрения управления, это совершенно независимые друг от друга сущности, каждая из которых можно управлять по отдельности, включая, выключая и задавая параметры свечения. Вот так это выглядит. Две половинки ленты могут транслировать разные эффекты. Способов применения адресной ленты в быту много. Это и атмосферная подсветка, и амбилайт, и светомузыка. В Home Assistant можно использовать как световой сигнализатор различных событий. Все ограничено лишь фантазией. На этом все, надеюсь что обзор был вам полезен и интересен. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы хотите вовремя получать уведомления о новых видео, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Кроме youtube канала, у меня есть еще канал в телеграм, где я публикую различные новости, а также ссылки на интересные товары по тематике умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова